здравствуйте александр привет извините что без маски но увидите на таком расстоянии наверно не долетают эти через зум не передается вот очень и очень все мы жалеем что не удалось есть в этом году добраться до фестиваля вот но тем не менее в связи с тем не сыпли соль на ран не сыпли соль на ран до связи с тем что все-таки есть у нас какая-то техническая возможность присутствия все-таки я решил сделать пусть на расстоянии но все равно диалог чтобы состоялся наш и первым и важным нашим вопросом в этом диалоге будет галич его творчество и его значение и для авторской песни и как жанра да если для нас галич он но уже как бы достаточно непререкаемый авторитет а для нового поколения это просто имя верно да верно я я согласен что действительно на сегодня для нового поколения галич это не более чем имя пусть даже легендарное но все-таки имя не более того они не очень хорошо знают галича даже прямо скажем плохо у меня когда-то были такие командировки вот еврейского агентства в москву еще когда еще 90-е год я там встречался с еврейской молодежью это были студенты это были ребята такие достаточно продвинутые скажем так да выражаясь современным языком они абсолютно были не в курсе кто такой галич что он написал и так далее я им довольно много пел и рассказывал о галиче впечатление было шоковое дима шоковое то есть единственное что мне приходилось все объяснять мне приходилось очень многое объяснять включая лексику включая какие-то понятия тех времен но это пожалуй единственное что нас отделяет вот от нового поколения потому что все равно все равно те темы которые галич поднимал все равно те проблемы которые он поднимал они ведь инвариантны относительно 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 социального режима общества да там художники власть совесть я не знаю вопросы веры допустим и и многое-многое другое все это все действует и сегодня и какие-то прошлые годы в те годы когда галич конечно живых тварь но вот я просто вспоминаю в свой шок когда я услышал песни галича впервые а тогда я очень хорошо уже знал творчество высоцкого и для меня высоцкий был таким очень высоким авторитетом и когда я услышал галича я понял что это скорее всего такой-то младший брат ну я бы я вообще не стал сравнивать я думаю что и ты не станешь сравнивать потому что они они самоценны каждый сам оценен по себе и высоцкий и галича куджава они все самоценные все все потрясающие каждый по-своему каждый из них большой великий мастер который действительно вошел в в русскую поэзию двадцатого века и и останется так сказать на навсегда наверное вписок будучи вписанным золотыми буквами в эту самую в эту самую поэзию другое дело что скажем что скажем высоцкий или а куджава они ведь не были фактически они не были диссидентами в классическом таком понимании да они ведь ведь высоцкого очень мало фактически фактически нет песен направленных исключительно вот против власти говорящих у него резкой резком неприятие этой власти по его социальной позиции там там было другое просто там было другое просто он был свободным человеком и вот этого ему власти не могли простить и а у галича галич с галичем было и сложнее и проще потому что галич с одной стороны для власти был поначалу он был своим как же тоже наш проверенный он же драматург он же там лауреат какой-то там премии кгб за фильм государственный преступник он же там был в наших делегациях он же это он это театральный деятель там фильмы спектакли того жена и тут вдруг он начинает выбиваться так сказать из из этого общего стиля и вдруг начинает петь какие-то 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 странные песенки обречительного содержания и и я понимаю что власти было очень сложно с ним поначалу ведь ведь на самом деле его предупреждали то есть с ним не сразу стали расправляться далеко не сразу вот но галич я возвращаюсь как бы главной теме галич единственный из этой троицы был вот если если нарисовать такую ось да вот скажем на одной на одном краю оси оси этой власть на другой на другом конце оси галич так вот ахуджава он вообще вне этой оси высоцкий он где-то на этой оси но гораздо ближе к власти чем да а галич и власть это просто полярные вещи вот вот в чем собственно говоря значение дали на сегодняшний момент как мне кажется как мне кажется галич как как никогда актуален особенно для такого молодого гражданское общество которое появилось в украине ведь до этого до 14 года гражданское общество как такового не существовало мне кажется что вот песни галича и его собственно говоря личность они очень важны на сегодняшний момент актуальны делать всегда галич всегда был для меня например ты для многих других неким нравственным компасом нравственным компасом и вот я и частенько так думаю а вот чтобы как бы галич отнесся вот вот каким-то и таким-то событиям как бы галич отнесся вот к тому к этому политику или другому политику поступком к их я не знаю как позиции и я как бы свое отношение часто проверяю я не знаю у меня нет конечно нет каких-то реальных критериев но тем не менее я все-таки пытаюсь это проверить но я думаю что самое главное самое главное чему нас научил галич это не не верить политиками и в любом обществу в любом можешь мне поверить и в израиле и в америке и в украине и в россии к любому обществу применима вот эта формула галича бойтесь единственно только того кто скажет я знаю как надо помнишь это это отрывок из из поэмы знаменитой гоните его не верьте ему он врет он не знает как надо вот мне мне кажется то есть для меня это вообще самый главный выводы самый главный компас в сегодняшней жизни сегодняшней хотя это писалось черт знает когда я могу добавить знаешь что что вообще галич я куджавы и высоцкий когда-то это был пароль для для нашего поколения скажем так для нашего поколения это был пароль то есть люди которые знали и любили галича а друг другу доверяли доверяли однозначно и не было даже никаких сомнений в том что можно этому человеку доверять на сегодня я бы я бы так не сказал потому что как выяснилось сегодня вот в современном можно прекрасно петь песня о куджавы и галича и при этом поддерживать какие-то диктаторские режимы и так далее и тому подобное мы видим все в социальных сетях к сожалению вот вот так все это обернулось конечно первые записи галича у меня появились году где-то в ну примерно примерно в 80 довольно поздно хотя первые песни я услышал году в 72 я был студентом тогда и у нас по общежитию ходила магнитная пленка с записью разных авторов там были песни анчарова клячкина в том числе и галики я хорошо помню меня поразила совершенно песня про вот эту вот тетю фингалии которая там померла и оставила наследство и я даже я ее хотел выучить там мы выучил собственно и даже хотел спеть на каком-то мероприятии идиот ты что ты делаешь тут вот там два года назад кто-то спел эту песню его просто отчислили из университета немедленно и все уже как бы с волчим билет вот вот так это все начиналось а первые записи я получил году в 80-м примерно от возможно известного тебе человека юры миленина такой ценитель коллекционер организатор авторской песни в донбассе он и поныне живет здравствует я надеюсь в городе кроматорск и вот когда-то мы с ним заговорили агарич он выяснил что я очень мало знает и а это были годы когда восьмидесятый год это были годы когда все это было под большим запретом он он мне поверил и и записал мне несколько больших катушек просто с песнями галича которые я потом дома там тайкун там по ночам слушал вот